Здравствуйте, дорогие братья и сёстры! На телеканале «Союз Церковный Календарь» Сегодня день воскресной, неделя седьмая по Пасхе, посвященная Святым Отцам Первого Вселенского Собора. 28 мая по новому стилю или 15 по старому. И сегодня мы творим память. Преподобного Пахомия Великого и святителя Ахиллея, епископа Лорисийского IV века, святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца XI века, преподобного Исаии Печерского, подвижника XI начала XII века, преподобного Пахомия Нерехтского, святого XIV века, псковских преподобных XV столетия, святого Ефросина и ученика его Серапиона, благоверного царевича Дмитрия Угличского и Московского конца XVI века. Празднуется обретение мощей преподобного Арсения Каневского в 1991 году. Прославляются иконы Божией Матери Чолунская и Умиление Псково-Печерское. Это переходящие празднования в неделю седьмую по Пасхе. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем святителя Исаию Ростовского. Он родился в XI веке, недалеко от Киева в семье благочестивых родителей и был воспитан в православной вере. В юные годы он оставил суетность мира и пришел в Киево-Печерский монастырь, где был пострижен преподобным Феодосием в монашество. Испытывая горячую любовь к Спасителю, молодой инок жил в строгих и суровых подвигах поста и молитвы. Слава о подвигах юного Исаии скоро распространилась за пределы обители. И когда скончался в Орлаам, первый игумен монастыря, построенного на княжеском дворе во имя святого великомученика Дмитрия, то киевский великий князь Изяслав Ярославич просил себе, как великий дар, ублаженного Феодосия Исаию в настоятеле обители. И в 1065 году по благословению преподобного Феодосия святой Исаия был возведен в игумены. Став игуменом, он, помышляя всегда о Господе, продолжал пребывать в смирении, молитвенном и телесном труде. Но для великого святильника после подвига настоятельства в обители и после десятилетнего игуменства предстояло апостольское служение. В 1078 году после смерти святителя Леонтия, епископа ростовского, святой Исаия был возведен на ростовскую епископскую кафедру. В то время ростовская епархия занимала обширное пространство. В нее входили Ярославская, Владимирская, Нижегородская, Костромская, Вологодская и частично Московская, Тверская и Оланецкая земли. Языческие народы этого края были подвержены множеству суеверий, кровавых обычаев, гаданий и чародейств. Поэтому святитель Исаия, как сказано в древнем его житии, найдя людей новопросвещенных, еще не утвердившихся в вере, усердно напаял их учением своим. Утешением святителя Исаии было участие в его служении великого князя Владимира Мономаха. На средство великого князя был построен в Ростове Великом собор в честь Успения Пресвятой Богородицы, в котором была поставлена чудотворная икона, написанная преподобным Алипием Киево-Печерским. Святитель Христов Исаия с любовью относился к бедным, нищим и всем нуждавшимся. Господь прославлял своего угодника, совершая через него многие знамения и чудеса. Ревностно святитель Исаия пас свою паству ростовскую и скончался в мире 15 мая 1090 года после 13-летнего епископства. В 1164 году святой благоверный князь Андрей Боголюбский заложил в Ростове Великом новый каменный храм вместо пострадавшего от пожара в 1160 году деревянного. При раскопке фундамента под южной стеной были обретены мощи святителя Исаии. Древние предания и летопись говорят, «Нашли гроб блаженного Исаии, открыв его, увидели одежду и тело святителя нетленными, и прославили Бога, который благоволил прославить угодника своего не только в жизни, но и по смерти. Сколько лет прошло, а одежда и тело блаженного остались неприкосновенными для тления». Мощи святителя поставили тогда в церкви святого Иоанна, и так как каменный храм едва был окончен, сразу обрушился, то они перенесены были в собор уже в 1231 году и положены с правой стороны в притворе. Вернемся чуть назад. Мощи святого Исаии в первый раз были обретены вместе с мощами святителя Леонтия 23 мая 1164 года. И с того же времени народ чтил святителя Исаию за святого. Но с течением многих лет утратилась память о чудесах его. Так что даже никогда не возжигали светильника над его гробом, никогда не приходил священник с фимиамом покодить над ним. Ибо сам притвор всегда был закрыт. Однако не подобало столь великому светильнику оставаться под спудом. По рукописному житию архиепископ соборной церкви, видя, что образ святого Исаии все почитают и поклоняются ему, а гроб его в притворе собора в небрежении, созывает 17 мая священников и касается чудоносного гроба причудного отца, переносит его оттуда в 1474 году и полагает в новом гробе с честью близ южных дверей. Первым архиепископом Ростова был в 1390 году Феодор. И церковное почитание святого Исаии началось с 1474 года, со времени перенесения мощи в храм. К тому же времени относится и первое письменное изложение его жития. В 1722 году святые останки были переложены в серебряную гробницу. Но 25 апреля 1920 года в годину безбожных гонений по постановлению 10-го Ростовского уездного съезда советов, несмотря на протесты верующих, мощи святителя Исаии вместе с мощами других угодников Божиих были без облачений выставлены в центре Успенского собора. Через неделю раки с мощами святых вернулись на свои места. Впоследствии мощи святителя Исаии находились в деревянной раке в закрытом Успенском соборе. В конце 80-х годов XX века часть мощей была перевезена в Троице Сергиеву Лавру, часть передана Ярославскому и Ростовскому архиепископу Платону. А в настоящее время честная глава святителя хранится в Серапионовой палатке в Лавре, и часть мощей святителя почивает в Ростовском Успенском соборе. Святителю Отче Исаии, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова